Второе послание к Коринфянам Пишет, что был восхищен до третьего неба. Можно найти и даже выражение, высказание даже о седьмом небе, даже если такое. То есть мы здесь касаемся духовного мира, о котором говорить просто бесполезно. У апостола Павла есть такое высказание – иная слава солнцу, иная луне, иная звёзды, и звёзды друг от друга имеют разную славу. То есть, и тем самым он показал, с одной стороны, указал на то, что в духовной сфере того мира тоже есть какие-то ступени и уровни. Точно так же, как и в духовной жизни человека и в нашем даже физическом мире. Так вот, эти ступени есть. Они есть. И слава, об этом святые пишут очень интересное, когда толкует вот эти слова апостола Павла, что, оказывается, слава тех людей, то есть спасённых людей, различно будет. Состояние разное будет. Одно дело у Богоматери, другое дело у правого разбойника. Не одно и то же состояние. В раю-то в раю, верно. Спасённый – да, конечно, но состояние-то будет разное. И вот, в частности, святитель Феофан, я обратил внимание, когда посмотрел, что он пишет по поводу этих слов, то, в частности, нашёл следующее. Ну, он пишет, внутри или во глубине видимого нами мира скрыт другой мир, столько же действительный, как и этот. И дальше слова. Духовный или тонковещественный? Вы, наверное, не думаете, может быть, почему я подчёркиваю. Может быть, помните дискуссию? Душа, ангел, да, так они тонковещественные или совсем духовные? И вдруг смотрю, здесь святитель Феофан пишет, духовный или тонковещественный мир утверждает именно то, о чём писал святитель Игнатий. Тонковещественный мир, конечно! Об этом пишут и, можно сказать, все святые. Так вот, оказывается, внутри... Внутри что значит внутри? Мы не видим его. Этот мир есть, и он мир, который постигается иным образом. Но чтобы сказать, о чём идёт речь, приведу слова, хотя бы, Исаака Сирина. Он пишет, постарайся, я буду уж не по-славянски, а по-русски говорить, постарайся войти во внутреннюю клеть твою, в сердце, и там увидишь клеть, то есть, ну, как сказать, ну, место небесное. Пойдёшь в себя, а увидишь клеть небесное. Ибо та и другая, или та и другая клеть, одно и то же. Вы слышите, что пишет? Почистивайте во внутреннюю клеть твою, и там узрешь клеть небесную, ибо та и другая, одно и то же. Мы ищем рай где? Ищем, на какой планете? Где Царство Божие? В какой галактике? Да нет же! Вот оно где, внутри души человеческой. Причём Исаак Сирин, он ничего не сказал нового, потому что сам Христос сказал, Царство Божие внутри вас, а не на какой-то планете есть, внутри вас. И, оказывается, вот это восхождение, восхождение можно понимать по-разному. И как особенно глубокое духовное состояние, которое имеет разные ступени, может, не только три, а семь, там, может быть, ступеней. Кстати, если обратиться к Макарию Великому, то он говорит, что человек, который достигает определённого духовного уровня, он, как царский сын, переходит из одних ста обителей в другие ста обители. И более того, о чём пишет, что человек, который вот входит в это состояние, если бы не убавилась у него благодать Божия, он бы так вообще бы оказался бы, потому что он в этом состоянии не может ни есть, ни пить, в таком состоянии он находится, то он бы, наверное, так бы и отдал душу свою. Но Господь убавляет, так сказать, меру благодати, и человек возвращается к этой обычной земной жизни. Так видите, что такое до третьего неба? Где это? Внутри. Но, может, есть ещё что-то? Пространство есть или нет? Он мне подарили книжку знаменитого современного физика Мико Каку. Фамилия Каку. Видимо, он, я не знаю, кореец или японец он, кто там, да. Это называется гиперпространство. Вообще физики сейчас не знают вообще, что делать. Вообще пространство, то искривлённое пространство, то прямое пространство. И вообще пространство, оказывается, так же меняется, как и время. Вообще это сложные вещи. Вот поэтому, когда мы говорим о третьем небе, то обычно мы подразумеваем вот там, куда-то. А святые отцы говорят, вот сюда, в сердце. И где он был, не знаю. Но состояние его было таково, что он даже пишет, не знаю, в теле я или вне тела. Это то, о чём и пишет Макарий Великий. Да, в теле или вне тела. Человек даже теряет это всё ощущение. Настолько сильные, сильные переживания, когда он совершенно забывает о своём телесном состоянии. Но обычно это психологии, философии. И всюду это обычно называется термином экстаз. Но экстаз – это выйти, из. Но это больше, видимо, относится к таким мистическим состояниям. Ну, эклистаз, или лучше можно сказать инстаз. Ну, это же я сочиняю, извините. Да, но если вхождение в сердце, то скорее ин, нежели эк. Вот, так что видите, о чём идёт речь? Духовный мир здесь. Тонковещественный. Ах, Владыка Феофан, как хорошо. Тонковещественный, этот мир духовный. И вот в данном случае апостол был, вот, ощутил эту какую-то третью степень. А сколько их? Ну, говорят о семи, а может и больше. Ничего не знаем. На сайте. Продолжение следует...